Девчонки и мальчишки, всем привет! Наконец-то я забрала себя по новой в кучку и снимаю полноценное видео со своим присутствием в новом 2015 году. Сегодня я хочу вам сделать обзор, как обычно, свой тяжелый обзор на продукцию компании Faberlic. Косметики у меня в этом заказе не было. Вообще заказ был очень небольшой, поэтому не задержу вас надолго. Заказала я всего лишь 4 позиции, наверное, да, скажем так, 4. Сейчас вот я четвертую поднимаю, упала у меня. И начну я свой обзор с вот такого вот химического пилинга с АХ-кислотами. Я уже делала на него обзор, он у меня заканчивается, я решила заказать себе по новой. Это у них серия Faberlic Expert, это шаг номер один, так скажем, шаг А. После него применяется вот этот химический пилинг, потом начнут механический пилинг, так скажем, и уже крем. Вот так вот выглядит упаковочка и, значит, сам бутылечек. Что я вам скажу. Я, если видела обзоры на этот пилинг, то всегда были положительные, отрицательных не видела. Самое мне тоже очень понравилось, хотя я очень боялась его заказывать, потому что кожа у меня чувствительная. Здесь как бы присутствуют кислоты, которые раздражают кожу. Но, тем не менее, моя чувствительная кожа, скрипя сердцем, в общем-то, выдерживает эту экзекуцию, так скажем. Немножко, да, есть пощипывание, но, в принципе, ничего страшного, никаких покраснений после этого нет. И даже я не сразу делаю после этого химического пилинга микродермообразию, так скажем. На следующий день только делаю и потом уже как бы пользуюсь завершающим этапом этим кремом. Вот, что я вам еще скажу про него. Здесь всего 30 мл. Вообще, я считаю, что вещь достойная, потому что он, эта процедура, она омолаживает очень хорошо кожу, убирает омертвевшие клетки. Делаю я раз в 10 дней, по-моему, так и нужно, или, может, раз в неделю. В общем, мне хватает раз в 10 дней. На 5-10 минут наносим, исключая область вокруг глаз. И потом смываем этот гель теплой водой. Отличная вещь. Всем могу порекомендовать, кто еще не пробовал. Кожа у меня жирная, я вам скажу. Не знаю, как сухая кожа это переносит. Наверняка после этого пилинга нужен хороший такой, знаете, плотный крем. Но я думаю, что стоит попробовать. Даже вот мне после 40 с чувствительной, эта штучка нравится. Так, следующее, что было в моем заказе, это пойдет уже одежда, аксессуары, в общем, никакой косметики. Заказала я себе упавший платок, шелковый, 100% шелк. Заказываю уже не первый раз, потому что, ну, очень люблю платки, тем более из натурального шелка. Они такие нежные, воздушные, летящие, такие все прям замечательные, красивые, дышащие. В общем, каких только слов не подобрать. Особенно мне очень нравится у этого платка расцветка. В этом сезоне, кстати, весной опять модные очень, какие-то цветовые блоки, очень яркие расцветки тоже приветствуются. Поэтому буду ходить такая вся яркая. Платок этот не стоит носить больше 10 дней, потому что натуральный шелк, он требует аккуратного, бережного ухода. Ну, вообще, тем не менее, я обожаю шелковые платки, шелковые рубашки. Это просто что-то нежное такое, к телу просто ласкаю. Я обожаю. Всем могу порекомендовать. Я указала, потому что он был просто неприличной скидкой. Стоил он рублей 450, думаю. Не помню. Так, и, значит, в честь скорокрещения я своей крестной решила сделать подарок. Заказала ей, значит, детские вещицы. Она у меня девочка рослая. Она такая вся, папа, потому что у нее очень высокий, и она такая вся прям модель-модель. Поэтому вещи ей заказываю, которые не соответствуют ее годам. В общем-то, это рубашка. Серия очень классная. Мне она вся очень нравится, поэтому с удовольствием ее заказываю. Серия Ермак Айсбрекер. Мне очень нравится, что русские традиции, какие-то имена именно русских каких-то знаменитых полководцев, или там вообще просто чем славится наша Россия, используют. Прям вот гордость за свою страну распирает. Поэтому с удовольствием заказала. Смотрите, какая обалденная рубашка. Стопроцентный хлопок. Очень тонкий хлопок. Хлопок очень высокого качества. Рубашка просто шикарная. Стоит она недорого, я считаю, для такого качества 600 рублей, по-моему. Сшита она очень прилично. Здесь, значит, такая отделка... Как это называется? Не баланы, а как... Ну, в общем-то, такие, да. Практически. Здесь, смотрите, на рукаве, какая нашивка еще очень красивая. Все просто, вообще, не знаю, с домовской все сделано. Ну, здесь как типа жабо, что ли, из импровизированной. Ну, в общем, как-то так. Рубашка просто замечательная. Я, конечно, ей еще не мерила. Надеюсь, что она ей подойдет. Девушка, еще раз повторюсь, у меня рослая. Она учится в третьем классе. Ну, я думаю, что рубашка уже ей будет как раз. Хотя рубашка на рост метр 164. Потом, кому интересно, я могу вам отписаться, как она вообще подошла и не подошла. И, значит, еще одну вещь, которую я ей заказала, это была куртка. Куртка, по-моему, стоит полторы тысячи. Вот что мне понравилось в этой куртке, это ее, конечно, принт. Я обожаю горошек. Это, опять же, серия Ермак. Надо бы вам, наверное, застегнуть ее, показать. Потому что так вы немножко не поймете. Вот что мне в этой куртке не очень понравилось, это ее фасон, который не совсем заметен, даже практически не заметен на сайте. Там как-то так сфотографировано, что на девочке, что... Ну, когда вот она одна лежит, в принципе, да, видно. Вообще, курточка смотрится шикарно. Здесь на рукаве тоже нашивка. Сзади на спине нашивка. Очень теплый высокий воротник можно поднять. Сама курточка очень теплая. Здесь, значит, хлопок у нее, подклад из хлопка, из трикотажного. В общем, все как надо. Но единственное, что меня смущает фасон, понравится ли он ей. Потому что книзу она, в общем, шита, как груша. У нее здесь такие, как бы, лужки, что ли. В общем, она такая, как бы, объемная внизу получается. Девушка, конечно, у меня очень худенькая. Не знаю, подойдет ли ей это. Может, как-то перешить. В общем, посмотрим. Вообще, курточка сама по себе мне очень понравилась. Легкая, очень качественно сшитая. Ткань просто изумительная. Я бы сама с удовольствием поносила из такой ткани. В общем, так-то я, в принципе, и довольна. Но вот единственное, что смущает вот эти вот по бокам, вот эти вот ушки, ушки-игрушки. Это был весь обзор. Я надеюсь, вас надолго не задержало. Пишите, комментируйте. Скоро увидимся. Всем пока. Пишите, комментируйте.